Добрый день! Здесь я уже неоднократно говорил свое мнение, свою точку зрения по поводу рекламы. Что работает в сетевом бизнесе, а что нет. Я говорил также о том, что так называемые холодные контакты, форма его, раздача листовок на улице, социологический опрос на улице, социологический опрос по квартирам, по учреждениям и так далее. То есть подход к незнакомому человеку с предложением бизнеса или продукта, это неэффективно. Мало того, это не работает. Нет, это срабатывает, но это не работает. И судя по комментариям, которые я получаю на свои видео, в частности на канале на ютубе и так далее, я вижу, что очень многие люди, неважно как они реагируют, агрессивно или там мягко высказывают свою точку зрения, не совпадающую с моим видением этого вопроса. Не имеет значения. Конечно, лучше говорить интеллигентно, чем заявлять, что автор высказываний в мой адрес или в чей-то другой несет полный бред, ахинею и он полный идиот. Это не делает чести, кому-то так выступает. Но это не имеет значения в конечном итоге. Значение имеет самое важное. Если вы хотите преуспеть в сетевом бизнесе, если вы хотите что-то заработать здесь, что-то построить и иметь большую растущую организацию, то вам нужно понять какие-то основополагающие вещи. Весь мой опыт говорит о том, что, я сейчас как раз о холодных контактах хочу сказать, что холодные контакты это очень тяжелый хлеб. Это тупиковый путь по сути дела. Поясню на примере. Вчера читаю мое видео на эту тему, один парень пишет, вы, дядя, несете бред, потому что любой сетевик, если он, дальше идет грубоватое слово, боится подойти к незнакомому человеку, то у него шансов нет. Любой сетевик должен идти, подходить к незнакомым людям, преодолевать свои страхи, и только тогда он станет сильной личностью и так далее. Звучит очень даже сильно. Но на самом деле это обман. Десять с лишним лет я думал именно так. Я думал, я кто? Боец я или кто? Если я слабак, если я не смогу подойти на улицу, если я не могу заговорить с незнакомым человеком, если я не смогу их убедить в том, что мой бизнес классный, то я тогда никто. И я сам выходил на улицу, сцепив зубы, сжав кулаки, весь. Духовно собравшись, вот так вот на желваки ходят, ты боишься, потом покрываешься, но идешь. Со временем ты уже закаляешься, плевки, косые взгляды, отказы, грубости, на которые ты натыкаешься иногда. Не всегда, конечно. Многие люди доброжелательно реагируют на контакты. Делают тебя более закаленным, но это никуда не ведет. Это не ведет тебя никакому бизнесу. Это не дает тебе возможность строить что бы то ни было. Потому что, чтобы строить, надо, чтобы за тобой шли люди. Еще раз, в 139 раз, и без устали буду повторять, люди такие существа, что абсолютное их большинство, 90 с лишним процентов, никогда ничего сверхъестественного, сложного, тяжелого и некомфортного делать не станут. Отдельные герои-одиночки, которые могут стоять часами на улице, и им все пополам, плюют в глаза, будут говорить Божья роса, единицы, ничего не строят. От них ничего не зависит. От них ничего не зависит. У вас начнется бизнес, только если в вашу группу будут массово входить другие люди. Почему они будут входить? Потому что ты такой герой на улице, часами стоишь, не боишься подходить к незнакомым людям, рассказывать им о бизнесе. Ты молодец, но они этого не делают. И ста человек один какое-то время будет делать, потом плюнет. Потому что за ним тоже никто не идет. Я рассказывал, что я помню, я просто насиловал своих дистрибьюторов. Я показывал им личным примером, говоря, что мне страшно, но я иду, у меня же получается. И, кстати говоря, люди подписывались по холодным контактам. Они реагировали позитивно, приходили на презентации, приходили на встречу, общались, мы знакомились, потом сближались, и они становились дистрибьюторами. Но они сами не шли потом на улицу. Две-три попытки, два-три раза, возбужденные моим красивым рассказом на школе, как я вот вышел на улицу, неделю походил, подписал трех. Да-да-да, ай, как здорово. И вот когда я их возбуждал, они шли, тряслись некоторые от страха, помню, одна женщина у меня, долгое время я ее убеждал, что ей надо туда пойти, иначе она не прорвется в этой жизни, что нефиг бояться. И вот я ей тренировал, тексты наизусть, то-все, что говорит, потом пошли, и она все никак не могла, никак не могла, никак не могла, я на нее надавил, она пошла, ее вырвало. Ее вырвало от страха. Я не хочу сказать, что в этом есть что-то опасное, страшное, неподъемное для большинства людей, ничего страшного нет. Но еще раз вам говорю, когда вы подходите к незнакомому человеку на улице, это никуда вас не ведет. Да, вы герой, да, вы преодолели себя, но это никуда вас не приведет, еще раз вам повторяю. Даже не пытайтесь. Нет, вы можете попробовать, вы можете себя натренировать и стать сильным человеком. Но это не означает, что ваши люди будут делать то же самое. Как только вы поймете главную мысль, что если ваши люди с радостью, хотя бы часть какая-то, потому что даже если вы создадите сверх комфортные условия, даже если вы создадите условия, когда практически ничего делать не надо, что маловероятно, и то большинство не будет делать. Так устроен мир, такие люди. Почему? Не знаю. Статистику могу привести так, на вскидку. 55 тысяч зарегистрировано, дистрибьюторов, сколько там, в 5 раз меньше активно работают, а настоящий бизнес делают несколько сотен. В результате вполне приличный доход. То есть у вас всегда будет, у вас всегда будет соотношение такое, что сколько бы вы ни подписали, какая бы группа у вас ни была, с десяток толковых людей сделают ваш бизнес. Чтобы их найти, нужно перелопатить общими усилиями много народа. Как это сделать? Надо понимать, что только большое количество людей, большое количество людей, большое количество людей, которых привели вы, ваша первая линия, ваша вторая линия, ваша третья линия, ваша десятая линия, ваша сто вторая линия, и в общей сложности у вас получилась большая группа, только тогда вы успешны. Как может произойти, чтобы люди, которых вы привели в бизнес, повторяли вас? Чтобы люди, которых они приведут в бизнес, повторяли их. Чтобы последующие повторяли вышестоящие. Как это может произойти? При одном условии. Часть этих людей будет повторять, если это просто, комфортно и максимально доступно для всех. Если нужны волевые усилия, если нужно каждый раз настраиваться, если нужно идти на улицу или куда-то и что-то делать такое, что заставляет тебя собирать все свое мужество, то вы обречены на провал. Так что зря человек, который заявлял, что я несу бред по поводу холодных контактов, думает, что он что-то знает. Он может заявлять что угодно, но я точно знаю, что он не достигнет успеха никогда. Я, кстати, не отвечаю на комментарии, тем более такие, а вчера я просто взял и написал. Я говорю, мой человек, у меня вот такие результаты за неполных два года, а у вас нету результата? Сиди не вякой, покажи свой чек. Если ты такой мужественный, такой храбрый, такой боец на улице и по парикмахерским, по магазинам, по всяким разным заведениям, где сидят продавцы, ходишь и делаешь какие-то опросы с целью завязать отношения, контакт и привести людей в бизнес, то ты просто не понимаешь сути дела. Повторяю еще раз, это очень трудно воспринимается, я 10 лет этого не мог понять, поэтому я хорошо осознаю, что я говорю. Повторяю еще раз, ты можешь быть смелым, сильным, говорливым, умным, красивым, обаятельным, способным с утра до ночи находиться на улице, вступать в контакты с тысячами людей, и я повторяю, что делая таким образом бизнес, ты ничего не построишь, серьезно. Потому что чересчур мало людей будут способны двигаться за тобой, повторяю тебя, чересчур мало. И долгое время никто этого делать не будет. Точка. Это мое глубокое убеждение. Поэтому я построил бизнес, построил группу людей в несколько десятков тысяч человек. Я знаю, каким образом это сделать. Это возможно сделать только при одном условии. Если любой начинающий, мальчик или девочка, бабушка или дедушка, пенсионер, домохозяйка, бизнесмен, любой человек способен делать простые вещи, сидя дома, в комфортных условиях, не вступая в прямое отношение с человеком, и выполняя такую работу, подписывать людей, тогда возникают реальные шансы быстро преуспеть. Если требуется серьезная работа лично, с большим количеством контактов, приглашать на презентацию и так далее, и так далее, знакомых людей, это будет гораздо труднее. А если выйти на улицу или раздавать листовки, или там что-то еще делать, то тогда вообще шансов нет. Тогда вообще мизер. Тогда любой сломается и скажет, сетевой бизнес это фигня. А на самом деле это далеко не фигня. Я только что сейчас приехал из пенсионного фонда, где брал справку о размере пенсии. Мне требуется для предоставления за границу. А со мной сидел человек, мы разговаривали, он оказался мой сослуживец с Северного флота, капитан первого ранга. И они с женой сидели тоже, и вот они рассказывали, как они, он капитан первого ранга на пенсии, она учительница, ну или не знаю, кто она, не в другое. Как они были, как они были, работали за границей, в Ирландии в частности. Чтобы вернулись, видимо, не очень здорово. Угнетает, напрягает, морально давит. Человеку, который занимал какой-то пост серьезный, что-то из себя представлял в предыдущей жизни, пойти в каком-то европейском государстве работать разнорабочим. Водителем или еще на какой-нибудь, ну вы поняли, какой работе для нашего брата можно работать за границей в европейских странах. И я сказал, что если у тебя нет бизнеса своего собственного, и если ты не строишь этот бизнес в интернете, то это очень большая проблема для людей, которые выезжают за границу. Могу вас заверить, я живу в большей части за границей. Куда бы ты ни приехал, в какой бы город, в какую бы страну, был бы компьютер и интернет, и ты ведешь бизнес легко, комфортно, красиво. Ищите бизнес в интернете, чтобы он был с материальным продуктом, и чтобы его вели люди, которые хоть что-то понимают, которые предлагают любому новичку простые, комфортные, доступные для понимания, для исполнения действия, ведущие к успеху. Тогда некоторые из тех, кому вы предложите, будут успешными. Как только они станут успешными, вы станете еще более успешными. Я желаю вам удачи. До свидания.